Здравствуйте, меня зовут Александр, и я хочу показать вам, как можно в программе 3ds Max сделать рик шестеренок. У нас есть две шестеренки, одна из них анимирована. Нам необходимо сделать так, чтобы вторая шестеренка взаимодействовала с ней по законам физики. Для начала необходимо убедиться, что локальные оси шестеренок расположены подобным друг другу образом. После того, как мы убедимся, что все правильно, выбираем ось, по которой будем делать взаимодействие. В данном случае это ось Z. Кликаем по второй шестеренке, правой кнопкой мыши, выбираем вар-параметр, вращение по оси Z. Кликаем по первой, повторяем процедуру. Первая шестеренка будет вращать вторую. Соединяем нужным образом. Говорим соединить. Таким образом, мы видим, что шестеренки вращаются по одном и том же направлении, что является неверным. Вторая шестеренка по закону физики должна вращаться с тем же периодом в обратном направлении. Поэтому мы дописываем небольшой скрипт. Единица означает 100% взаимодействия. Минус отрицательное значение. Update. Теперь наша шестеренка вращается в обратном направлении, как и должно быть. Таких взаимодействий может быть в цене очень большое количество. Все зависит от ваших потребностей, фантазии и внимательности. Допустим, у нас есть еще одна шестеренка, которая в два раза меньше, соответственно в ней зубцов в два раза меньше. Давайте соединим ее со второй шестеренкой. Для начала убедимся, что их пивоты подобны друг другу. Здесь мы видим как раз таки несоответствие. У третьей шестеренки пивот отклоняется на 30 градусов, потому что я ее вращал, чтобы соединить правильно зубцы. Теперь нам надо их выровнять. Каким образом это делается? Воспользуемся инструментом Align. Перемещение нам не надо. Выровняем только ориентацию пространства. Теперь наш пивот и подобны друг другу, поэтому соединение пройдет без ошибок. И повторяем процедуру. War параметр. Вращение по оси Z. По оси Z. Соединяем. Connect. Пишем скрипт. Казалось бы сделали все правильно, но у нас ожидает неприятный сюрприз. Периоды не совпадают, потому что шестеренка в два раза меньше. Поэтому исправляем. И теперь у нас все замечательно вращается. Чего мы собственно и добивались. Шестеренка третья в два раза меньше, поэтому ее скорость вращения должна быть в два раза больше, что мы писали в скрипте. Надеюсь, урок был полезным. Спасибо за внимание. Увидимся еще.